Последние события в Сирии продолжают вызывать обеспокоенность как на региональном, так и на международном уровне. После свержения Башара Асада страна столкнулась с вызовами, в числе которых разрушенная экономика, локальные конфликты и гуманитарный кризис. Экономическая ситуация в стране остается критической. До начала гражданской войны Сирия добывала около 380-400 тысяч баррелей нефти в день. Но сейчас показатель упал до минимальных значений – около 30 тысяч. Эта проблема связана не сколько с объемом добычи, сколько с географическим положением страны. Сирия является потенциально хорошим маршрутом для трубопроводов, соединяющих богатой нефтью и газом страны Персидского залива с Средиземным морем. В этой роли она выступает транспортным узлом, связывающим энергоресурсы Ирана, Ирака, Саудовской Аравии и других стран с рынками Европы. В последние годы Дамаск фактически не выходил на рынок мировой. Если до войны, например, 2011 года добывалось около 400 тысяч баррелей нефти в день, то во время боевых действий добирались порядка официально 30-40 тысяч баррелей нефти. И это, в принципе, все это шло на погашение внутри страны. Мы знаем, что часть нефти добывалась под эгидой оккупационных войск США. Естественно, пользовались ими, правительство не пользовалось. С другой стороны, возможный уход Асада откроет возможность для создания новых транспортных коридоров в долгосрочной перспективе. Это может снизить зависимость Европы от российского газа. Страны Запада, включая США и Евросоюз, видят в Сирии возможность для диверсификации маршрутов поставок энергоносителей, что укрепит их энергетическую безопасность. Предполагалось, что до 2010 года Сирия станет транзитным хабом по газу или по нефти в сторону Европы. Я думаю, эти вопросы, наверное, будут рассмотрены в будущем. Но пока, наверное, стоит просто посмотреть и выжидать, к чему это приведет. Мы, по большому счету, видели, как уходили американцы с Афганистана. И, в принципе, там достаточно адекватное сейчас правительство. Я думаю, такая же ситуация будет и в Сирии, потому что, по большому счету, население, по-моему, устало от войны, что там.